Так вот, можно оценить, что будет, если в идеальном случае мы можем уменьшать в вашей квадратуре, то это сам по себе не является шумящим. Поэтому мы посмотрели, что будет, если в данной схеме мы применим его в реальную оптическую реализацию. То есть только он выполняется. Схема показана на рисунке. Можно увидеть, что здесь как раз есть матрица поворота, которая нам необходима, светоделитель, две операции сжатия, для которых требуется вспомогательное ресурсное состояние. Опять снова светоделитель, поворот. Такая схема будет осуществлять Z, но с ошибкой, которая будет зависеть от неидеально сжатых квадратур в осцилляторе. Анализ данной схемы показывает, что реальные выигрыши, которые мы можем получить в нашей схеме, в ошибке в два раза. То есть, собственно, это и будет... Отсюда и вытекают первые два положения. Диссертация выносится. То есть, во-первых, использование операции CZ позволяет уменьшить ошибку не только в идеальном случае, но и для его некоторой физической реализации. И что реальный выигрыш, который мы можем получить в ошибке, это приблизительно в два раза. Следующий шаг – это понять, какие негауссовые операции мы можем использовать для уменьшения ошибки. Поскольку с помощью веселых коэффициентов мы можем подавлять ошибку в одной квадратуре, нам что-то необходимо сделать со второй. Для этого мы заменим одно из ресурсных состояний, второе, как раз ошибка которого не уменьшалась, на негауссовое. Негауссовое состояний мы будем последовательно готовить к применению двух операций. Некоторую величину α по y в квадратуре и применение кубического фазового затвора, то есть комминтайна третьей степени. Кубический фазовый затвор добавит в x в квадратуре, пришедшего в поле квадрат и у в квадрат умноженный на три гамма, где гамма характеризует как раз нелинейность нашей операции. Тогда состояние после кубического фазового затвора на фазовой плоскости примет вид одной из видов параболы, размах которой будет ограничен растянутой под температурой исходного осциллятора, в котором мы применяли эти операции. Так вот, идея использования такого состояния в том, что ошибка будет задаваться не дисперсией исходного сжатого состояния, а которая намного луже, чем исходный эллипс. Для того, чтобы наши приближения выполнялись, нам необходимо, чтобы измеренная квадратура в первом канале была достаточно большой. Тогда это позволит нам на ветви параболы уйти в область высоких значений, где ее дисперсия становится еще меньше. Поэтому... Вопрос. Вы сказали о фазовом пространстве. Вовсе не собираюсь затевать проблему, затевать дискуссию о фазовом пространстве. Такая полосочка славная. Значит, и по вертикали, и по горизонтали можно рассечь ее, что и соответствует выбранным координатным осям. Х и Y – это координаты, например, да? Ну, координаты и координаты импульс. Уже координатные только, переменные. В фазовом пространстве, если это был, по крайней мере, нормальный осциллятор, именно гармонический, не любой другой, то есть координаты и импульс сопряженный экономически. Вот это по координатам. Вот что нарисован. Это как раз X – это координаты, Y – это значит, что спряженный перемен. Вот так, тогда виноват. Но не очень. Потому что тогда вопрос мой. Это зашлифованная галду. Какой характеристики неопределенности? Ну, например, по квадратному корню, положительному значению квадратного корня без дисперсии? Да, это… Данные наблюдания или нет? Область ограничена… Ну, по сути, там эти спадают в один раз, да? То есть, то, что… Ну, то есть, если нарисованы, если действительно по числам или просто иллюстрация, то, когда предполагается, что это как нарисовано? Это каким параметром состояния? То есть, это сечение функции Вигнера нарисовано? Ну, немножко отсечения, полное сечение не нарисуюсь, да? Нет, вот это вот как раз мы видим, это что? Это мы отвязываем на некой высоте функцию Вигнера? Оно-оно. Оно-оно. Да, да. То есть, если бы мы в трехмерном пространстве рисовали, у нас была бы функция Вигнера. Это просто такая наглядная иллюстрация, чтобы… Я понимаю, что наглядная, но имеется в виду в расчете и соответствующие удовлетворительные, удовлетворяющие автора оценки неопределенности. Ну вот, да. Теперь эти оценки неопределенности, они имеют сначала вероятностный, потом на среднее значение и тем самым в целом статистическое содержание. А в одной реализации вот дальше достаточно ли этого для того, чтобы говорить о снижении ошибки в серии измерений, то есть в этой аппаратуре, в лаборатории. Ну, это, наверное, круто. Достаточно. Это если кратко… Александр Сергеевич, а может, я поясню вам? Просто я имею некоторое отношение к работе, поэтому мне хочется самой пояснить. Смотрите, во-первых, про картинку. Вот вас ведь не смущают здесь изображенные эллипсы на фазовой плоскости? Ну вот это то, что стало с этим эллипсом на той же самой фазовой плоскости. То есть плоскость… Если это реально так, то это просто радует, что это удовлетворительное представление с помощью представления Вигнера. Да, и Эдуард потом будет строить реально функции Вигнера. Это все просто пока что на пальцах, почему это работает, объяснение. А так он все считал по-честному на волновых функциях. Это раз. А по поводу однократной реализации, смотрите, вот так же, как сам протокол телепортации, он… То есть в отличие от традиционных квантово-механических способов измерения, когда нам надо проводить много измерений, в протоколе телепортации используется одно измерение, и именно оно подправляет систему. вот здесь этот же принцип существует. То есть мы говорим о телепортации, поэтому речь будет сейчас об однократном измерении, и также будет и в вычислениях, про которые будет Эдуард говорить дальше, потому что они все базируются на принципе телепортации. Спасибо. Пожалуйста. Я удержу. Можно спросить? Эдуард, вот помещение кубичного элемента вслед за сжатием, это нижняя линия на схему, да? Хотя я повторяю то, что вы сказали. Там тоже содержится некоторое сжатие, и оно добавляется к исходному. Так, да? Вот, собственно, когда у нас… А еще один вопрос. Простите, еще один вопрос. А почему… То есть вы подправляете вторую квадратуру, а не может оказаться, что вот эта поправочка, она наоборот будет плохо действовать на первую квадратуру. Вот это сразу не видно. Почему? Почему? На первую квадратуру она не будет плохо действовать, потому что на самом деле CZ устроен так, что он перепутывает на самом деле только Y квадратуры, да? Как это… Вот он так перепутывает, что на самом деле нелинейность, но не пройдет в входной канал. Там на самом деле CZ его не почувствует, поэтому при втором измерении вот этой нелинейности не будет. Оно влияет только на один измерений. Просто это сразу не видно. На самом деле… Ну, это надо показывать, у меня нет просто такой возможности. Наверное, то, что вы говорите, это очень жестко связано с… Я сейчас говорю, Иван Вадимович, что вот вносится еще кубической нелинейности всякие тонкости вводит в лабораторию. Ну, то есть это опять вопрос, вот когда вы говорите «вносит», то оно вносит нечто просто случайное по отношению к однократному проведению этой процедуры, вот в этой установке. Значит, надежда на то, что в надлежащем выборе сделанном ансамбле все будет достигнут успех, части надежности работы этой темы. Ну, по сути, да. То есть у нас получается, что ошибка как раз будет зависеть от того, какую величину y квадратуры мы измерим. И если у нас… Мы измерим величину один раз, там не будет никакой определенности, если хорошо измерим, почти никакой. Но это не означает, что вся схема будет надежно работать столько, сколько нужно для поставленных прикладных целей. Это само по себе не означает. Это путь, вот вы идете по этому пути. Но вот мне всегда это… То есть должны быть оценки вероятностного характера, приводящие к статистическим характеристикам, которые удовлетворяют заказчика. Будут статистические оценки. Следующий слайд. Я их покажу. Вот такой анализ на языке Гайзенберга, он дает, скажем так, наглядную физику происходящего процесса, а оценки именно качества телепортации конкретных состояний, для этого необходимо другое описание. на самом деле. Вот. Чуть похоже про это поговорим, буквально через несколько минут. Вот. У нас получается, что ошибка x-квадратуры, да, она будет также уменьшаться с увеличением весового коэффициента, а ошибка в игре-квадратуре, да, будет тем меньше, чем больше у нас будет измеренное значение квадратуры y1. А измеренная квадратура y1, она будет пропорциональна квадрату смещения, которое мы сделали перед применением кублического фазового затвора. И, соответственно, увеличивая смещение альфа, мы можем в среднем увеличить значение измеряемой квадратуры и, соответственно, уменьшить ошибку телепортации. Вот, что касается анализа и характеристик. Вот, как я уже говорил, приведенное выше рассмотрение, да, оно такое наглядное. С его помощью можно сказать, что вот с увеличением альфа у нас ошибка будет уменьшаться и при каком-то в данном случае при альфа больше семерки у нас в среднем протокол будет работать лучше, чем оригинальный протокол телепортации. Но чтобы точно это оценить, нам нужно для конкретных состояний нам нужно перейти на самом деле в другую картину и описать весь тот же процесс на языке волновых функций. При этом не делая по пути никаких приближений относительно величины измеренных квадратур. И вот такой анализ на самом деле он показывает, что вот на этом графике проведено у нас, как Асян Сергеевич говорил, есть две характеристики. Это вероятность, которая у нас так, процесс статистический, и есть верность. То есть у нас есть верность телепортации, которая характеризует то, как у нас наше входное состояние совпадает с выходным. И вероятность того, что такое значение будет получено. Если отсечь, оставить только хорошую, так скажем, реализацию протокола с высокой веростью, мы взяли 0,99, то получается, что при увеличении величины сдвига альфа вероятность хорошего осуществления нашего протокола растет. Это что касается качественных характеризаций. Дуард, напоминаю вам, что вы нам обещали квантовые вычисления уже в рывке половины времени существенно прошло. Да, поэтому я быстро говорю, что наша схема не единственная. До нас была предложена схема с вычетанием фотонов и в общем и целом она главный недостаток это ее вероятность на работу. Вероятность того, что в каждом канале у нас вычисли фотон, она меньше одного процента. поэтому схема будет реализовываться. У нее сама будет вероятность реализации телепортации довольно мала. А если сравнивать верность телепортации для конкретных состояний, у нас оказывается, что наш предложенный протокол будет обеспечивать большее значение верности и притом выигрыш будет тем больше, чем сложнее телепортированное состояние. перейду к непосредственно непосредственно почте. Простите, а что значит сложнее? Качество телепортации сильно зависит от входного состояния. Если мы пошлем какое-нибудь простое гауссовое состояние без сложной структуры, то ошибка, которая в него вносится, она его не сильно исказит. Если же у нас будет какое-то более хитрое состояние, то добавление ошибки для него будет более критично. Поэтому и выигрыш будет больше. То есть на верность это будет сказываться на дуду мучила это сильно сказывается на верность. Спасибо. Вот продвинуть дальше. Вот собственно у нас есть два пути улучшения которые мы выявили. Это первое с помощью гауссовых ресурсов. И собственно посмотрим. Как я уже говорил до этого, для одного двух операций нам нужен четырехузловой кластер. Что преобразование будет универсально, было показано на примере невзвешенного кластера, когда весовые коэффициенты всех перепутывающих операций равны единице. Мы же хотим понять, во-первых, как будут весовые коэффициенты влиять на ошибку, а во-вторых, останется ли преобразование универсальным для произвольных коэффициентов. То есть, как оно вообще реализуется. У нас есть четырехузловой кластер линейный к одному из узлов примешивается входное состояние и проводя локальные измерения с разными фазами гомодинов над состояниями мы контролируем и преобразуем наше входное состояние и выходное. То есть, матрица У, преобразование, которое осуществляем, зависит от фаз гомодина детектора. При этом, поскольку если мы хотим осуществлять произвольное преобразование, наше У должно быть равно некоторой произвольной симпликтической матрицей. Она задается тремя параметрам. Эдуард, извините, вы говорите о универсальном преобразовании, но в классе Гауссово. Я, да, говорю только о первом типе универсальной Гауссово. Спасибо. Вот, так как у нас симпликтическая матрица задается тремя коэффициентом. Напомните, что стоит за словами универсальной? Я универсальной один. Правильнее будет говорить не универсальной на самом деле, а произвольной. То есть мы хотим осуществлять над нашим входным состоянием любое Гауссово преобразование. И вот эта схема позволяет это делать. Александр Кириллович, вот взять любое входное и из него получить любое выходное, при этом оставаясь в классе Гауссовых. То есть любое Гауссово входное превратить в любое Гауссово выходное. Вот это имеет в виду Эдуард. У вас бывают и не Гауссовые? У них тоже из любого любое? Негауссовые требуют негауссовых операций. Сейчас те негауссовости, которые Эдуард использует, он использует только для того, чтобы уменьшить ошибку. Он не выходит из класса Гауссовых преобразований на самом деле. Большое спасибо. Эдуард, пожалуйста, напомни, что такое симпатическое преобразование. Матрица, вернее, симпатическое. Это в данном случае матрица 2-надова, где коэффициенты связаны с следующим преобразованием. Здесь просто любая такая матрица является практической. Спасибо. Просто это термин, можно его откинуть. Вот, поскольку эта симпатическая матрица создается с тремя коэффициентами, у нас есть 4 фаза гамма-1, 4 управляющих параметра, то на самом деле одна из фаза может быть выбрана в качестве свободного параметра и использована впоследствии для уменьшения ошибок. Вот, сама ошибка преобразования, как я уже говорил, она будет зависеть от преобразования, которое мы осуществляем, в данном случае от углов, дух из углов гаммоденирования. В зависимости от осуществляем преобразования, ошибка будет иметь вот такой довольно сложный вид, тем не менее его можно уже анализировать. В идеальном случае минимум вот это вектор ошибки, который добавляется, достигается при соблюдении следующих условий. То есть, когда у нас тетя 4, который мы выбрали в качестве управляющего свободного параметра, это пи пополам, весовые коэффициенты g3, g4 много больше единицы, и соответственно и отношения коэффициентов g1, g4, g2, g3 тоже будут много больше единиц. И тогда вектор будет стремиться к тому, что ошибка в квадратуре будет 0, а в игре квадратуре добавляться одна дисперсия идеально сжатой квадратуры. Но это было бы только в том случае, если бы мы могли произвольно большие же обеспечивать. Поэтому я может прослушал просто и не понимал. 30 это как читается в правой части? А что читается? Правенство 30. как его читать? Что это означает? Это вектор ошибки, которая добавляется к квадратурам. Скобочки перебил, но вектор ошибки это новые термины. Значит слева будет число. Но эти скобочки что означают? Вот верхнее значение это ошибка, которая добавится к x-квадратуре, а вот нижняя та которая добавится к y. Ну и что надо делать это что или не нет это не число это вектор столбец из двух компонентов. вектор компоненты у него такие умножению на то что есть дельта y квадрат ошибка работает такое преобразование фактически говорите вектор ну хорошо тут как-то не очень понятно написано вам как-то сразу все понятно ну вектор есть индекс правда слева совсем без индексов ну хорошо это пусть будет разбираться позже когда здесь не очень сразу понял вот как это считать я согласен что в триллер текстов квадрат в скобочках это одна величина векторная из двух сделанная соответственно в соответствующем пространстве как вектор вектор это не значит это больше означает чем то что здесь написано означает что он преобразуется определенным образом и преобразовании базиса правильно вот это будет число одно это будет здесь тогда правильнее было бы написать вектор из двух компонентов сверху сверху дисперсии х квадрата снизу у нет но дело то что е жирно здесь обозначено это означает векторность а справа средняя вот y y не жирно это скаляр на самом деле это соблюдено все правильности но конечно мы старались но сейчас не очень ясно что и вот мы пояснили то есть происходит телепортация телепортация состояния которое описывается двумя квадратурами x и y и соответственно ошибка прибавляется и к x квадратуре телепортируемого состояния и к y квадратуре телепортируемого состояния описывается вектором ошибки из двух компонент x квадратуры и y квадратуры еще раз всем спасибо от каждого надо суммировать вклад от каждого из нет ну тогда просто замечание имею право по возрасту тут j тут с ну что с ним делать как это понимает это продумать как лучше подать то что есть у вас извините пожалуйста с индекс это указывает на то что это квадратура сжатого состояния то есть исходного сжатого который использовался к кресту массива элемента какого-либо массива много компонентного объекта а просто обозначение означающий какой-то смысл физически да к сожалению да так смешение некоторые произошло у вас одинаково все сжаты все четыре спасибо это собственно я обозначал вот равно нужно физику стараться чтобы новые в общем с математическими развитыми приемами работы получения результатов чтобы это согласовалось достаточно привычный для человека успешно прослушившего издавшего 6 экзаменов за три курса потом еще на четвертом первом семестре нам читал лекции владимир иванов и тоже тоже прошли всего доброго спасибо с вашего позволения продолжим так вот из-за того что у нас весовые коэффициенты ограничены мы не можем добиться этого идеального случая и нам необходимо проводить оптимизацию по весовым коэффициентам казалось бы здесь нет ничего сложного да у нас как 4 весового коэффициента 4 параметра и 5 параметр это у вроде бы всего пять чисел однако так как ошибка зависит от выполняемого преобразования то в реальности нам нужно одновременно проводить вот эти оптимизацию по пяти параметрам на всем бесконечном пространстве возможным преобразованием такая задача тематически решается поэтому необходимо скажем так можно подобрать необходимые параметры руководствуясь вот этим вот как бы соотношениями который был которым бы мы стремились постараюсь пояснить что имеется ввиду если бы мы там преобразование сидят она содержит внутри себя некоторых джать поэтому казалось бы очевидный ответ если мы сделаем совы как все весовые коэффициенты максимально большими по идее ошибка должна быть минимальной а это не так на самом деле из-за того что у нас происходит преобразование важную роль играет не тот просто величина весовой коэффициент а именно их отношение поэтому если мы будем смотреть ошибку преобразования для коэффициента где мы сделали максимальные все весовые коэффициенты 4 положили равны пополам ошибка будет больше причем во всем пространстве нежели если мы постараемся соблюсти те требования на отношении весовых коэффициентов которые были и делаем два весовых коэффициента чуть меньше вот это первый интересный момент да то есть здесь на рисунке показана ошибка в зависимости от того какой он упал какую операцию выполняет поэтому отношение весовых коэффициентов она играет очень важную роль на самом деле формирование ошибки простите а что такое b и d то есть я вижу что у вас этот угол который является управляющим ну то свободно да он каким-то образом еще двух параметров стал зависеть сейчас я на секунду ну b и d задают это коэффициенты в этой матрице а это то какое мы преобразование осуществляем в общем то есть они как раз и задают выполняемое нами преобразование если эдуард позволит я вот здесь хотела бы одну небольшую ремарку сделать если мы знаем какое преобразование мы хотим выполнить то можно решить задачу точно и прямо для этого преобразования полностью оптимизировать систему то есть подобрать под него ресурс подобрать тот кластер с нужными весовыми коэффициентами и тогда это преобразование будет выполняться с минимальной ошибкой эта задача решается точно но эдуард решил за стал решать более сложную задачу он стал решать искать конфигурацию кластера на котором бы любое преобразование выполнялось лучше и ну вот это довольно громоздкая вычислительная задача он показывает вам только результат но оказалось что даже в этом случае можно подобрать решение так чтобы любое преобразование выполнялось лучше на таком ресурсе а что значит лучше лучше чем 100 чем при других вот я бы преобразование лучше чем на любом другом ресурсе то есть уменьшается ошибка которая добавляется к процедуре вычисления и это буквально поскольку речь идет о неравенствах то неужели это удается как бы видеть теорему то есть любой слово такое да да и очень интересно потому что ну пространство большое и вот вы видите здесь оси b и d это перебор произвольных вычислений очень не одинаково ведут себя ошибки при разных вычислениях вот видно что они где-то там сильно растут но это и сами преобразования такие которые сильно растягивают систему то есть в этом смысле ошибки растут вместе с самой величиной преобразования то есть мы ничего не портим в этом смысле но интересно для практических как вы сказали александр сергеевич использование то что можно для любого конкретного алгоритма просто оптимизировать кластер так чтобы ошибка была минимальной то есть вот полученная аналитика она позволяет выстроить кластер так чтобы под любой конкретный алгоритм была подобрана минимизация но это так насколько я мог усвоить на полиция но просто мне кажется мне тоже так кажется сейчас можно спросить или я неправильно понял но мне казалось что было сказано что существует оптимальный кластер который все вычисления реализуют лучше чем все любые остальные существует как вот тогда правильно понял или нет что есть совершенно оптимальный кластер который любое вычисление делает лучше совершенно оптимальный универсальный вот так скажем вот мы его сделали и любую задачу решаем лучше не трогая сам кластер ну вот мы и стараемся это возможно или нет и вы говорили что под конкретную задачу вот можно оптимизировать существует ли оптимизация общая оптимизация так чтобы вы изготовили этот самый наилучший кластер и он все делает бой с любой другой не любой другой иван вадимович но лучше чем например кластер с большими весовыми коэффициентами или лучше чем невзвешенный кластер вот видите поверхности ошибок здесь показаны и если мы хорошо оптимизировали кластер то вот поверхность синяя где произведена эта оптимизация она оказывается всегда под поверхностью желтой где оптимизация не произведена но так это означает вот это утверждение которое да 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 для всех для произвольных операций понятно спасибо коллеги извините пожалуйста я просто вижу что опять осталось меньше минуты давайте мы сейчас перезагрузимся и еще раз встретимся